В эпоху стремительного развития технологии повсеместного проникновения интернета в жизнь возрос риск стать жертвой киберпреступников. Популярные схемы преступлений и способы борьбы с ними рассмотрели во время сессии «Кибермошенничество. Новая пандемия» на ВЭФе-2024. «Мы сегодня нацелены обсудить все вместе, в том числе с вашим участием, дорогие коллеги, как эту пандемию остановить. И вообще, пандемия ли это? Мы хотим, чтобы у нас возникла дискуссия, есть ли у нас все признаки того, что киберпреступность, кибермошенничество стало приобретать все признаки пандемии». Сейчас у мошенников есть различные способы и инструменты, благодаря которым они крадут деньги. От классических телефонных прозвонов до современных дипфейков. За 2023 год у жителей России было украдено около 250 миллиардов рублей. «С 2020 по 2023 год количество IT-преступлений выросло на 27%. В количественном выражении это с 510 тысяч до 677 тысяч в 2023 году. Количество преступлений в сфере IT-технологий». Кибермошенничество приобрело глобальные масштабы, и страны должны объединить усилия в борьбе с этой угрозой. Заведующая проектным департаментом Комитета по коммерческой работе со странами СНГ Китайской Европейской Ассоциации технико-экономического сотрудничества Янг Цзунци поделилась, что Китай точно так же страдает от виртуальных мошенников. «В последнее время в Китае активно борются с киберпреступностью. Мы придерживаемся стратегии нулевой терпимости. В стране есть приложение, где можно сообщить о преступлении, а также изучить реальные случаи мошенничества. Им уже пользуются несколько десятков миллионов людей. Существуют и уголовные статьи за мошенничество с лишением свободы вплоть на пожизненно». Но главный вопрос – можно ли считать, что кибермошенничество стало новой пандемией? По мнению Сбербанка, да. И сейчас для компании предупреждение и в дальнейшем ликвидация преступлений в киберпространстве – одна из самых важных задач. «Сбер недавно, несколько недель назад, на одном из мероприятий устами первого заместителя председателя управления Сбера господина Ведяхина предложил активизировать наши совместные усилия по двум направлениям. Это повестка ESG и повестка по борьбе с киберпреступностью. Вот нам представляется, что одним из правильных лекарственных препаратов, которые помогли бы победить эту пандемию, могло бы стать некое реальное объединение наших усилий и наших структур по этому направлению». А участники сессии собрали аптечку из пяти лекарств, которые помогут остановить пандемию киберпреступности. Это знание оснащения правоохранительных органов техническими средствами борьбы, доверия, технологическое взаимодействие и понимание серьезности угроз.